Слышь, Лунатик, ты когда-нибудь задумывался, что там в этом водном пруду? Да я был в этой общине, там одни озабоченные. Серьезно? Да, я когда и родился, еще туда упал. А там трава хоть есть? Нет. Но я тебе покажу, как она выглядит. А, шополь такой, а-а-а-а-а! Да эти земноводные совсем страх потеряли! Ты что, опять бухала? Они у нас траву своровали! Спать не дают, паразиты! Ходят тут всякие, скоро твой дом заберут вообще! Да что ты ко мне привязалась? Иди мозг к другому вноси! Ну ладно, когда собрут твой дом, да не жалуйся! Прям не трава, а макароны какие-то зеленые! Давайте сюда позовем кого-нибудь из главных, они нам и расскажут, как у них там в том дурдоме. Вот наглядцы, и уже второй раз за неделю. А что нам дальше делать? Скоро в нашей общине вообще вода кончится! Дядя Пизюн, здорово! Можете вылезете на берег и расскажете, как у вас тут? А это опять ты, Розовый! Я же тебе сказал, что ты в моей общине не появлялся! Слышь, тут опять этот приходил, Розовый, которого ты тогда за задницу цапнул! Да хорош сплетни собирать! Яршуля, тебе заняться нечем, вот и внука займи чем-нибудь! Давай играть! Ершуля, ну он же не младенец! Сейчас, внучек, я покажу тебе класс! Ну-ка, лови! Помогите кто-нибудь! Здравствуйте, старик Хатабыч! Я вам сейчас помогу! Может, вы со мной поиграете? Я тебе что, на школьника похож? Иди отсюда со своим мячиком! Дорогая мама, я, как всегда, самый страшный в этом лесу! Да какой раз долба это сделает, мешает мне работать! Здравствуйте, господин директор! Вы вышли со мной поиграть? Я занят, пишу письмо маме! Если ты еще раз появишься, я тебя отчислю! Ой, здравствуйте, дядя Свистун! Вы вышли со мной поиграть? Даже в пруду покоя нет от этих сраных студентов! Либо отдай мой мячик! С какого перепугу? Он общий теперь! А теперь я поймал, значит он мой! Челенок! Кузьма! Здорово, детки, возьмите меня тоже играть! И меня, у меня нету ног, но я буду судьей! А я буду на воротах стоять! Челенок! Здорово! Ни хера ты шустрый! Так я же летать умею! Ты Кузьму не видел? Сейчас посмотрю, может наверху где прыгает! Не, его там нема! А, вот он, длинца, и где! Значит так, либо ты работаешь, либо подаешь документы на отчисление! Бабуля, а как ты летать научилась? Летать? Могу сказать только то, что меня родители постоянно вверх подкидывали! Ну что, сейчас попробуем! Бабуля, ай! Ты чё? Недоделанный! Ты чё совсем друга чуть не убил? Извини, Кузьма, я летать учусь! Чего? Вот мне даже летать не надо учиться, я прыгаю высоко! Захотел вверху, захотел внизу, а не так на травинке летаю! Да и мне попробовать! Не, это не для меня, я слишком толстый! Дорогая мама, работаю отлично! Все студенты меня всегда боятся! Ой, чё ты? Чё я несу? Разве это нормально? Кузьма, я батут нашёл! Надо вариться-то батут нашего директора! Эй, ты розовый, слазь, теперь наша очередь! Здравствуйте, господин директор! Ну, здравствуйте! Опять вы меня тут хулиганите! Можно мы попрыгаем на вашем батуте? Ладно, если покрасите мой кабинет! Ершуля, подъём, наше бельё спёрли! Опять всю мою паутину всяким говном засрали! Ну, вот этот носовый платочек ещё нормальный! Здравствуйте, господин директор! А я тут это, он, видишь, засрали! Это тоже вещи моей бабули! Зачем они вам? Да мне они нахрен нужны, у меня свои, дохрена, забирай! Бабуля, Ершуля, смотри, чё я принёс! А внучек, это ты? Мы чуть копыта не отбросили! Ты мой носок не видел, видишь, один на мне, второй где-то делся! Классный! У господина директора тоже много носков! Да твой директор совсем страх потерял, уже среди бела дня носки тырит! Господин директор! А вы тут носок не видели? Сами разбрасывают своё бельё, потом спрашивают! Да он такой жёлтый, дед мой потерял! Ничего страшного, если я загляну к нему в гости! Я, конечно, не бюро находок, но пойдём посмотрим! Ой, дедок, зачем ты туда залез? Что? Ты шо, наливку у меня спёр? Да в гости пришёл! Если твой дед не извинится, я тебя отчислю! Сори, дружище, я просто хотел свой носок найти! Ладно, забирай, а то он всё равно у тебя воняет! Сори по-настоящему! Продолжение следует...